Приветствую вас! Давайте мы с вами разберёмся с тем, что вы написали. Значит, вам нравится девушка, но у неё есть парень. Я бы начал с того, чтобы определил природу вашей симпатии к ней. Нравится она вам как? В каком ключе, в каком контексте она вам нравится? Что именно вам нравится в ней? Какие желания связаны с ней? Понимаете, если вам именно нравится девушка, если она вам именно нравится, то есть вы чувствуете к ней симпатию, то в этом случае, если вы чувствуете симпатию к ней, в этом случае имеет смысл, ну, наверное, что-то для неё делать. То есть показывать ей, что вы можете дать ей счастье, можете дать ей то, чего она хочет, например, например, вот. Вот. И, соответственно, уже исходя из этого, она будет решать, подходите вы ей или нет. Вот. Мне ситуация представляется вот примерно таким образом. Вот. Другой вопрос, если вы хотите быть с ней, и это... это именно ваше желание быть с ней, то есть как бы вы говорите себе, что... ну, или говорите себе, или чувствуете, что именно хотите быть с ней, то есть это нужно вам, вот. вот в этом случае, конечно, история такова, что вам лучше подумать о том, чего вы хотите именно для себя. что вам нужно именно для себя, вот. И уже, собственно, исходя из этого, вы будете корректировать свою деятельность, знаете, потому что... девочка, она же ведь, ну, ничего вам не должна, а у девочки есть парень. Но, с другой стороны, парень это не панацея, да, и если вы, например, проявите себя хорошо, если вы проявите себя независимо, да, если вы как-то вот будете действовать так, что девушка будет чувствовать, что она, ну, нужна, что она должна, что... думаете в первую очередь вы о ней, а не о себе, например, да, то в этом случае, я думаю, у вас есть все шансы на то, чтобы... по крайней мере выработать у нее определенные отношения к вам, вот. Я думаю, так. Но гарантий в таких делах никто не дает. Вот. Это... Нужно понимать и учитывать, что гарантий никаких нет и быть, в принципе, не может гарантий. И, соответственно, соответственно, если гарантий никаких нет и быть не может, то вам нужно рассчитывать на то, что может ничего не получиться. Если вы что-то для девушки делаете, да, если вы что-то для нее делаете, то вам, ну, естественно, нужно понимать, что это все, возможно, пройдет даром. И если вы не уверены, да, в том, что хотите делать что-то, если вы не уверены в том, что хотите, ну, грубо говоря, делать для нее что-то вот так вот, не будучи до конца уверенным в том, что она может ответить вам взаимностью, вот, то лучше, на самом деле, лучше ничего не делать. Вот. На мой взгляд, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Имейте, пожалуйста, имейте, пожалуйста, в виду топ-факт, что если имеет место быть чистой симпатии, то есть, если вам просто вот понравилась девочка и... ну, вы выделили ее как-то, да, из общей массы других женщин, вот, то в этом случае единственное ваше желание, это делать для нее то, что вы можете. То есть, максимально делать ее жизнь счастливой, грубо говоря, максимально. Если вы, если вы чувствуете, что хотите далеко не только этого, но и, например, чего-то для себя, то, соответственно, в этом случае я рекомендую вам подумать о том, что конкретно вы хотите для себя. И обратите внимание, в первую очередь, на ваши потребности, за которые, на секундочку, девушка никакой ответственности не несет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok